Щелковский район является одним из лидеров в Подмосковье по выделению земельных участков многодетным семьям в рамках исполнения указа президента Российской Федерации. Одна из таких площадок расположена в окрестностях деревни Аксинина, сельского поселения Огудневское. Сейчас районные власти проводят к ней дорогу и линию электроснабжения. Но на днях участок неожиданно оказался в центре скандала. В ряде СМИ и соцсетях появились материалы о том, что вырубка леса на земле для многодетных ведется незаконно, поскольку якобы рассекречивает расположенную рядом воинскую часть. Исполняющая обязанности главы администрации Щелковского района Наталья Тамбова совместно с Управлением земельных отношений Щелковской горпрокуратурой и рядом других служб провела выезд на место. Участок для многодетных, выдан он был по всем нормам. Многодетные проводят здесь самостоятельная работа по очистке и осваиванию участков. Нарушений мы со своей стороны не видим. Территория, на которой получили участки многодетные семьи, согласно проверке надзорных органов, не относится ни к ведению Министерства обороны, ни к лесному фонду, а является землями населенных пунктов. Значит, со стороны федералов никаких вопросов к вырубке нет. Все задокументировано. У нас неоднократно обсуждение вопросов по вырубке проходило с участием в том числе прокуратуры, военной прокуратуры. Поэтому мы не видим оснований для того, чтобы сейчас к администрации были предъявлены какие-либо претензии в отношении этого земельного участка и отработки. Здесь пересечения с лесным фондом не было, поэтому здесь просто были зеленые насаждения, которые вырубили, поручные билеты были выданы, разрешение прокуратуры получено. В опубликованных материалах также говорится, что лес якобы защищает людей от некоего сверхвысокочастотного радиоизлучения. Однако с указанной воинской частью много десятилетий соседствует крупная СНТ «Слава» и никаких жалоб на вредное воздействие от его жителей не поступало. Но главное, в ходе выезда стало понятно, что вырубка на участках для многодетных в репортаже столичных коллег умышленно выдается за совершенно другую территорию. То, что в материале имеет место подмена фактов, подтверждает и анализ комментариев в одном из сетевых сообществ. Мы считаем, что достаточно такую историю провокационную нам создали, которая не имеет подтверждения. Полагаем, что просто чьи-то интересы были затронуты частного характера, кто создал и как-то препятствует тому, чтобы эта территория была освоена непосредственно многодетными семьями. Так что обвинения в адрес районных властей, похоже, являются голословными. В чьих интересах ведется подобного рода информационная кампания? Узнаем, расскажем. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».